Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова я Алексей Кумзиков и сегодня в данном видеоролике я расскажу как простыми способами можно сохранить зрение. Можно сделать так, чтобы ваши глаза видели ясно и на протяжении большого количества времени и большого количества лет. Чтобы вы обходились без очков. Вы знаете, современные гаджеты, телефоны, компьютеры, они являются неотъемлемой частью нашей жизни. Мы не можем вылезти из интернета и что греха таить, он действительно затягивает. Кто-то играет в компьютерные игры, кто-то постоянно сидит в социальных сетях, у кого-то работа связана с компьютерами. То есть постоянно-постоянно мы смотрим в какие-то мониторы, в какие-то планшеты и тем не менее сажаем зрение. Что делать? Отказаться от этого мы уже никогда не сможем, потому что мы настолько на это сильно подсели, что отказаться это будет полным безумием. Остается только придумывать какие-нибудь методы, которые нам позволяют сохранить зрение, чтобы его полностью не потерять или раньше времени, чтобы не переходить на очки или контактные линзы. Итак, один из главных методов, который реально помогает сохранить зрение на долгие годы, это правильное питание. Как ни странно, но если мы будем кушать морковь, ту же самую чернику почаще, то у нас лучше будет зрение. И оно очень медленно будет садиться по сравнению с тем, нежели мы не будем есть эти продукты. Я на себе заметил, я тоже очень большое количество времени сижу именно за компьютером, я на себе заметил, что каждый день съедая по небольшой порции морковного салата, вот, ты чувствуешь себя прекрасно и твои глаза чувствуют себя тоже хорошо. Почему? Потому что в моркови содержится большое количество витамина А. Вот, поэтому морковный салатик сделать достаточно просто, достаточно взять одну морковку, таких средних размеров, взять два яичка вареных, взять плавный сырок, все это натереть на терочке, перемешать, добавить туда майонез и пожалуйста, вот вам простейший салатик готов. Также морковь можно добавлять в первое блюдо, в супы, в борщи, то есть чем больше моркови будет в вашем рационе, тем лучше будут чувствовать ваши глаза. То же самое касается черники, то есть чернику залили, допустим, молоком, вот, вечером выпиваете стакан молока, заедаете черникой или прямо в стакане с молоком, ложечкой этой чернику едите. И в результате и черник вам помогает для глаз, и молоко вам помогает также хорошо уснуть. Помимо этого, очень хорошо помогает гимнастика для глаз. Наверное, много слышали об этой гимнастике, но тем не менее, для тех, кто не знает, я покажу, как она делается. Гимнастика для глаз предназначена для того, чтобы в первую очередь стимулировать работу глазных мышц, чтобы глазные мышцы не атрофировались, чтобы они нормально работали. Вот для этого существует гимнастика для глаз, которая тоже помогает сохранить зрение. Итак, как она делается? Она делается очень просто. Сначала вы просто смотрите вверх, не поднимая головы, потом смотрите вниз, смотрите влево, смотрите вправо, и таким образом вы несколько раз вот это вот повторяете. Можно просто водить зрачками, можно, допустим, смотреть на кончик указательного пальца. Вверх, вниз, влево, вправо, так повторяете несколько раз, и это один из режимов упражнений. Второй режим упражнений для глаз, это когда вы смотрите на кончик своего носа, либо смотрите опять же на указательный палец. Смотрите сначала на него, потом переводите взгляд вдаль, лучше всего это делать у окна. Вот, и потом опять смотрите на указательный палец, либо на кончик носа, опять переводите взгляд вдаль. Вот, и следующий, третий, так сказать, подход к этому комплексу упражнений, это зажмуривание. То есть, несколько раз зажмурили глаза, вот, поработали тоже глазными мышцами, и в результате потом весь этот комплекс упражнений повторяете снова. Сначала вводите вверх, вниз, вправо, влево, потом смотрите вблизь, вдаль, потом опять зажмуриваетесь. Три-четыре раза повторяете, и этого вполне достаточно. Можно это делать один раз в день, можно делать два раза в день, три раза в день. Я считаю, что вам самим нужно решать, насколько сильно устают ваши глаза. Если вы понимаете, что смотря вдаль, у вас начинает немножко расплываться картинка, значит, вам нужно почаще делать вот эту гимнастику для глаз. Лишней этой гимнастикой никогда не будет. Вместе с правильным питанием она действительно помогает сохранить зрение. Ну и третий момент, это просто нужно почаще отдыхать от компьютера. Вы знаете, даже если работа связана с программированием, там, с работой какими-то документами, электронными таблицами, изображениями и так далее, то есть вы постоянно сидите перед компьютером, тем не менее, всегда, каждый час нужно находить хотя бы несколько минут отдыха. Причем отдых это не просто вот не всматриваться в монитор, а отдых от монитора вообще. То есть сходите в туалет, просто налейте чай, подойдите к окну, посмотрите в окно. Просто не смотрите в монитор в течение нескольких минут. Пускай ваши глаза отдохнут. Соблюдайте определенного ритма работы и отдыха. Я думаю, что любой нормальный работодатель это оценит. Потому что лучше иногда отвлекаться от компьютера, но при этом делать эффективную работу, нежели посадить свое зрение и делать работу менее эффективно. Вот, тем не менее, глаза ваши и вам решать, стоит ли отрываться от компьютера или нет. Я думаю, что стоит. То же самое и вечером. Не старайтесь постоянно сидеть за компьютером, просиживать там часами. Не старайтесь то и дело смотреть там в телефоны, в планшеты и так далее. Делайте небольшие перерывы. Вот, я думаю, что если тем более у вас работа связана с компьютером, то где-то час, лучше два или три после работы проведите вне компьютера, вне телефона. Это самое лучшее, самое мудрое, что можно предложить. Более того, чтобы нормально уснуть, многие врачи рекомендуют погулять вечером перед сном. Оторваться от компьютера и погулять. Причем эта методика помогает не только для выработки нормального гормона сна, но и в первую очередь помогать разгрузить глаза. То есть, глазные мышцы отдыхают, мозг начинает потихонечку разгружаться. Никаких вот этих вот ярких цветных картинок, никаких дисплеев. Просто походите на свежем воздухе, погуляйте, разрядите свой мозг, разрядите свои глаза. И вы спокойно сможете засыпать. Вот, это вам поможет и выспаться, и это вам поможет, опять же, сохранить зрение. Вот, но чтобы зрение реально было хорошим, нужно соблюдать все вот эти вот три принципа. Первый, это правильный продукт питания, о которых я говорил, морковь и черника. Вот, второе, это зарядка для глаз. Вот, упражнения, о которых я сегодня говорил. И третье, это режим работы отдыха. Вот, в принципе, простые элементарные вещи, которые нужно делать каждый день, для того, чтобы ваше зрение было ясным, чистым и долговечным. Чтобы вы только к старости начали носить очки. Я думаю, что мое видео было полезным. Если вы считаете так же, то тогда ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И, как всегда, все вопросы я жду у себя в комментариях. С вами был Алексей Комзиков. Будьте здоровы!